Сегодня в последнее воскресенье 2011 мы тоже подводим итоги. Наши корреспонденты во всех странах Содружества вспоминают самые важные события последних 12 месяцев, то, что изменило ход истории и то, что запомнилось им самим. 2011 начинался в Беларуси, по крайней мере в Минске, торжественно, с инаугурации президента. Есть в столице Беларуси площадь, где происходят самые значимые для страны и ее жителей события. Вот она, называется Октябрьская. И сегодня я хочу, чтобы вы вместе со мной очутились на этой площади. Ну что, пойдемте? Итак, мы на Октябрьской. Это здесь, собственно говоря, все и происходит. Здесь находится главная елка страны. И именно здесь, вот этот вход в метро, произошло то, что навсегда изменило сознание белорусов, которые до этого даже представить себе не могли, что в их стране может случиться такое. Позже спецслужбы расскажут. Террористы использовали новую взрывчатку. Взрыв всего нескольких граммов такого вещества отрывает кисть руки. Были в этом году в Беларуси экономические потрясения. Здесь, в двух шагах от площади, находится наш, я бы сказала, любимый с оператором обменник. Весной, когда в стране пропала валюта, этот обменник видел и длинные очереди, и даже драки за валюту. Вы будете 26-й. А 26-й это сколько примерно ждать? Это ну двое суток, трое. Я от всего сердца желаю, чтобы Новый год был полон ярких событий, но только радостных. Я верю, что так оно и будет. И желаю всем вам побольше улыбаться. Ну, если ничего смешного или веселого вокруг вас не происходит, смейтесь над собой. Счастливого Нового года! Честно признаться, в 2011 году страна порядком подустала от ситуации, связанной с выборами, а точнее, не выборами президента. Представьте, в уходящем году наш филиал подготовил почти 90 материалов на тему политического кризиса в стране. А народ при этом все больше познает вкус демократии. Акции протеста проходят почти каждый день возле здания правительства либо парламента. Люди креативят от души. Вспомнить только бывшего фермера Александра Гыска специально для акции протеста. Он купил 10 поросят и пустил их гулять по центральному бульвару страны. Или вот еще один образ, созданный народом – политики в телах пингвинов. Ну, как тут не улыбнуться? А местные выборы они били в серии корды. Избирательный бюллетень гагаузской автономии мог бы быть длиною в два метра. И его оформили в виде брошюры. В Кишиневе в городские депутаты рвался школьник. А в далеком селе Кондратешты на должность мэра баллотировались сразу три иона. И все три по фамилии Бодрук. В демократической борьбе побеждает сильнейший. Впрочем, политическая суматоха лишь усиливает журналистскую жажду к вечному и прекрасному. И вот такие съемки – это не работа, а настоящий отдых. Глядя на эту средневековую крепость, расположенную в городе Сороки, все становится на свои места. Ты понимаешь, что в доброй памяти народа остаются лишь хорошие дела, совершенные государственными мужами. С наступающим! В первую очередь хочу поделиться с вами самым замечательным, что произошло со мной в этом году. 31 января у меня родился сынуля по имени Тарас. Семь месяцев я была в декрете вместе с ним. И когда вышла на работу, самая первая была командировка на озеро Иссыкуль. Там мы снимали яхту и курортный домик, который принадлежал экс-президенту Бакиеву, после того, как эти объекты были выставлены на аукцион. Вот, кстати, это та самая яхта. По рассказам моряков, ее хотели разгромить мародеры во время революции несколько раз, но морякам удалось ее спасти. Важным событием для страны стало то, что в Кыргызстане впервые была передана власть от одного президента к другому мирным путем. Новым президентом Кыргызстана стал Алмазбек Атамбаев, бывший премьер-министр. Об этом человеке наш канал снял сюжет самым первым в стране. Честно говоря, когда узнала я о Нурлане Алишерове, я о его способностях сама не поверила в то, что это возможно, пока лично не убедилась, на что способны челюсти этого силача. Вот так он тягает все, что попадается у него на пути. Начинал с машин, а закончил тем, что смог сдвинуть с места самолет. Сейчас он готовит документы и подает их в Книгу рекордов Гиннесса. Нурлан Алишеров хочет заработать денег на лечение своей жены. Несколько лет назад она ослепла, поэтому хочется искренне пожелать ему успехов. Хочется пожелать, чтобы таких интересных героев и положительных историй в следующем году на нашем журналистском пути встречалось еще больше. А самое главное, чтобы команда, с которой вы работаете, была всегда с вами в Творческом Союзе. И с наступающим вас! Просматривая сюжеты и материалы, которые я подготовил в 2011 году, невольно вспоминаешь много хорошего, но много и не особо приятных моментов. Вот, например, сейчас у меня перед глазами стоит картина «Ночи» с 25 на 26 мая. В ту роковую для многих жителей Дбилиси ночь я был на проспекте Руставели. И тогда там проходил митинг оппозиции. Мы все прекрасно понимали, что правительство обязательно разгонит демонстрантов. Ведь митингующие занимали то самое место перед зданием парламента, где уже на следующее утро должен был пройти парад в честь 26 мая, то есть в честь Дня независимости Грузии. Но о том, что правительство разгонит демонстрантов так жестоко, не подозревал никто. Ни мне, ни нашему оператору от спецназа не досталось, а вот нескольких наших коллег пришлось срочно увезти на скорой в больнице. И после этого уже не казалось такой страшной поездка в горы, пусть даже зимой. Нам удалось преодолеть заснеженный перевал и лед на дороге. Несколько десятков трейлеров стояли на грузино-российской границе. Вот вы видите кадры этой съемки. Обещали, чтобы по два машину отпустят. Позднее на дорогу были вывезены тягачи, которые буквально перетащили трейлеры через перевал. И Маис Мавсисян довез свой виноград до Москвы. В 2011 году познакомился я не только с водителем фуры, но и даже с миллиардером. Фантом, человек-невидимка. Именно так в Грузии назвали известного бизнесмена Бедзину Иванишвили. За свои 55 лет олигарх не дал ни одного телевизионного интервью. Однако в октябре этого года он решил пойти в политику. И члене от первой пресс-конференции Иванишвили у меня осталось неоднозначное. С одной стороны показалось, что человек действительно что-то хочет изменить в стране. Ну а с другой сама организация первой встречи с журналистами оставляла желать лучшего. Ну по всей видимости все остальное покажут выборы, которые пройдут в Грузии в следующем году. Так что 2012, на мой взгляд, будет не менее напряженным. Я человек не спортивный, но мой 2011 начался именно со спорта. А точнее с церемонии открытия Белой Азиады в Астане. Денег, несмотря на кризис и дефицитный бюджет, явно не пожалели. Как говорится, имидж это все. Такого шоу в Казахстане еще не было. К сожалению, полностью посмотреть трехчасовое красочное шоу мне так и не удалось. В то время, как на сцене размером с футбольное поле пела Лара Фабиан, я была, как сейчас, в прямом эфире программы «Вместе». А еще в 2011 сбылась моя журналистская мечта. Я побывала на Семипалатинском полигоне, где 40 лет взрывали атомные бомбы. Здесь и сегодня, спустя 20 лет после закрытия, радиация в некоторых местах в десятки раз превышает норму. Здесь, в эпицентре, можно находиться не более получаса. Я столкнулась здесь с жаждой жизни и полным отчаянием. После серии репортажей вдруг раздался звонок. Люди захотели помочь тем, кто в этом очень нуждается. И, наверное, впервые я поняла, что мой труд не напрасен. Конец года выдался весьма непростым. Сначала теракт на западе страны в Актау, потом семь погибших от рук смертников в Южном Таразе. Впервые за 20 лет в стране заговорили о терроризме и религиозном экстремизме. Вначале была даже какая-то растерянность, как к этому относиться и под каким соусом подавать. А событие 16 декабря. Было ощущение, что что-то произойдет. Мы снимали открытие триумфальной арки в честь 20-летней годовщины независимости в Астане. А в это же самое время в небольшом городишке в Жанаузе небастующие нефтяники громили праздничную сцену. 16 погибших, сотни раненых, режим чрезвычайного положения. И это все накануне нового 2012 года. В общем, спокойных праздничных дней, видимо, не будет. И все же хочется пожелать нам всем в новом году только приятных новостей. Новость, которая стала самым важным событием для моей страны, буквально на днях пришла из Франции. Национальное собрание приняло законопроект, который предусматривает уголовное наказание за отрицание геноцида армян в Османской Турции. Эти кадры потрясли всю Армению. В начале октября на севере страны у армяно-грузийской границы произошел самый масштабный за последние 20 лет оползень. Наша съемочная группа прибыла на место происшествия рано утром. Увиденное потрясло. Обрушилось 250 метров автотрассы. 35 машин были буквально похоронены в земле. Все силы были брошены на поиск людей. Он только успел крикнуть ребенку «Норик, беги!». В следующее мгновение его самого накрыл обвал. Мы стояли и смотрели, как родственники этого дедушки вместе с МЧСниками разгребали завалы. Очень хотел исключиться в работу и помочь людям, но нас ждали в Ереване с готовым материалом. Потом наш водитель каждый день подходил ко мне и просил, позвони МЧСникам, нашли они деда или нет. В общем, наш дедушка, как мы его называли, оказался один из пяти погибших в результате оползня. Еще особенно запомнились съемки в загадочной пещере Ар-Эми, где археологи нашли самый старый ботинок, которому 5000 лет, и винодельню, которая действовала 6000 лет назад. Таким был мой 2011-й. Грустным, загадочным, радостным, но в целом очень интересным. Так что и в 2012-м скучать не будем. В этом году было много всего. И хорошего, и не очень. Чего только стоит арест пилотов российской авиакомпании. И надо сказать, что именно наша съемочная группа была первой, кто подготовил телевизионный сюжет на эту тему. И этот факт меня, как журналиста, безусловно, не может не радовать. Я сделал большую глупость. Никогда мы не попадали в такие ситуации. Сразу же после этого процесса Россия приступила к массовой депортации на родину таджикских трудовых мигрантов. Мы рассказывали о нескольких семьях, где матери ждали своих сыновей. Многие из женщин, с которыми нам довелось все-таки встретиться, даже не знали, где сейчас их дети. В спецприемнике в ожидании высылки или уже на обратном пути домой. У женщин просто не было связи с сыновьями и мужьями. В этом же году наша съемочная группа побывала в самом трудонаступном горном крае. Откровенно говоря, мы и сами добирались до него с огромным трудом. В Ягнобе, где нам все-таки удалось побывать, люди живут по старинке. Так, как жили их предки и 50, и 100, и 150 лет назад. Там нет средств связи, школ, больниц и еще не проложены дороги. Ягнобцы даже сохранили древнейший язык предков – Ягнобский, о котором сейчас говорят только в этом горном уголке. К этой теме мы вернулись вновь после посещения президентом этого края. Эммали Рахмон поручил развивать там инфраструктуру, построить медицинские и образовательные учреждения. Мне очень хочется верить, что в будущем году будет еще очень много хороших событий, о которых мы вам обязательно расскажем. С Новым Годом! Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Прошлый, 2011-й, выдался для Азербайджана очень удачным с самого начала. Еще в январе чемпион Республики командой Интер стала обладателем Кубка Содружества, причем разгромив всех своих соперников, забила 16 мячей и не пропустила ни одного. Радости фанатов не было предела и в мае этого же года, когда дуэт Эльдар и Нигяр выиграли Евровидение. Теперь Евровидение 2012 пройдет в Баку. Город меняется прямо на глазах. Строятся новые отели, меняется инфраструктура, все рестораны разнообразят свою кухню, полицейские и даже водители такси изучают иностранные языки. Россияне говорят, Пушкин – это наше все. Азербайджанцы говорят, нефть и газ – это наше все. В этом году в Азербайджане найдено новое газовое месторождение. Это означает, что благосостояние нашего народа еще больше улучшится. Запомнились очень съемки в колхозе Ивановка. Это единственный колхоз в Азербайджане. Но дело не в этом. Дело в том, что люди, которые живут там, вроде бы как будто не из этой эпохи. Люди неиспоченные современной цивилизацией. Очень гостеприимные, добрые и, самое главное, чистой душой. Еще раз поздравляем вас с Новым годом. А всех азербайджанцев с еще одним праздником. 31 декабря в Азербайджане отмечается День солидарности всех азербайджанцев мира. В этот день мы ждем не только их, не только своих соотечественников, но и вас, дорогие друзья. Приезжайте. Баку – город гостеприимный. Еще раз желаю вам удачи, счастья и мира. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова